Как выяснилось мое видео про создание ПКГ с PS2 играми, это не совсем тот способ, о котором меня просили рассказать подписчики. Что же, самое время исправить это недоразумение. Действительно, существует гуевая версия той же самой утилиты для командной строки, о которой было предыдущее видео. Сразу оговорюсь, результат работы и той и другой программы одинаков, у вас будет установочный файл с игрой и папка xdata с лицензией на нее. Так что если вы освоились с предыдущей программой, это вам в общем-то ни к чему. Но большинству людей графический интерфейс все же понятнее и удобнее командной строки, так что теперь даже кухарка сможет не только управлять государством, но и конвертировать PS2 игры в ПКГ-файлы. Для этого скачиваем программу PS2 Classics GUI версии не меньше 2.0. Распаковываем ее и запускаем. Переходим в опции, где в качестве выхлопа программы выбираем ПКГ. Если хотите, можете еще отметить галочками опции интеграции с интерфейсом Windows, тогда конвертация пакетов будет доступна прямо из контекстного меню по правой кнопке мышки. Кладем обложку с игрой в папку PS2 Covers. Первый файл поменьше это иконка игры в меню, второй файл побольше это фоновый рисунок когда вы перемещаете селектор на эту игру. Переходим на закладку Encrypt. Здесь нужно указать путь к образу игры в формате ISO и выбрать все то же самое, о чем я уже рассказывал в первом видео, так что повторяться не буду. Разница лишь в том, что на выходе у вас появится ПКГ-файл с игрой, который нужно установить, и папка xData с лицензией, которую нужно прописать с помощью React.psn. Опять-таки я уже довольно подробно рассказывал об этом в другом видео, которое доступно на моем канале. Если же вы уже переконвертировали все свои ISO образы в файлы ISO.bin.enc, то из них тоже можно сделать установочные пакеты, перейдя на закладку MakePkg. Лично я предпочитаю первоначальный способ с одним единственным плейсхолдером, который запускает все игры, и менеджером по выбору активной в данный момент игры, ну по аналогии с мультименом и запуском обычных бэкапов. Объясню свой скептицизм. Во-первых, для создания ПКГ нужен компьютер. Во-вторых, под каждую игру надо отдельно прописывать лицензию. В-третьих, надо возиться с мемори-картами. В-четвертых, в XMB появляется много иконок, что лично мне не нравится. Так что на мой взгляд, проще поставить менеджер и плейсхолдер, и все делать непосредственно на PS3, чем совершать для каждой игры лишнее телодвижение. Впрочем это мое мнение, вам может показаться, что удобнее как раз наоборот, и большое количество иконок, каждая из которых запускает свою игру, вам нравится больше.